Работа общественного транспорта, ремонт дорог, благоустройство территории, незаконная установка киосков и ларьков – лишь малая часть того, на что хотят обратить внимание властей – горожане. Все сообщения обрабатываются, регистрируются в электронном деле и направляются по структурным подразделениям. Хочу сразу отметить, что данные сообщения не рассматриваются в рамках 59 ФЗ, и если вы хотите получить полный ответ, то необходимо воспользоваться уже существующим ресурсом интернет-приемной администрации города. То есть ждать ответного сообщения от администрации не стоит. Мэрия обещает отвечать не словами, а действиями. Также не забывайте давать пояснения к фото и видеофайлам, где и по какому поводу они сняты. Например, идентифицировать, в каком районе зафиксирована та или иная яма на дорожном полотне, порой невозможно. Для того, чтобы сформировать план действий каких-то, основываться на чем-то, как раз вот эти предложения и факты, они помогают. И дело в том, что может быть, скорее всего, так как оно в основном так и происходит, что люди пишут об одном и том же. И однозначно уже меры принимаются, например, по латанию какого-то дыры или участка дороги, они уже приняты и, в принципе, наши там уже работают. Так, в связи с жалобами населения взята под особый контроль работа автобусов на маршруте номер 7. Также проведено совещание Управления транспорта администрации Владивостока с коммерческими перевозчиками. Руководители предупреждены о неукоснительном соблюдении расписания движения, правил перевозки пассажиров, особенно в вечернее время. Также представители мэрии оперативно связываются с управляющими компаниями, узнают о мерах, которые те принимают, чтобы устранить ту или иную жалобу жильцов. Напомним номер администрации города WhatsApp 8-914-703-0011. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.